Как люди собираются, привыкают, где находятся клуб, я немножко расскажу, что такое Тавле-фестиваль. Тавле-фестиваль предназначен для того, чтобы люди ознакомились со всеми существующими направлениями, психологическими школами, со всем, что существует в сфере практической психологии и даже духовных практик, которыми пользовались разные народы мира. А зачем я это делаю? Есть два способа познания мира — научный и ненаучный. Ненаучный способ познания мира — это искусства, мифы, легенды. Понятно, о чём я говорю, да? Научный способ познания мира — это математика, физика. Психология, в общем-то, считается новым. Есть какие-то определённые проблемы методологические, но всё равно психология. Они считаются научным методом, психотерапия тоже, бизнес-консультирования. Фестиваль разбит на два воинствующих клана, которые имеют под собой ещё три подразделения. Самые воинствующие кланы — это научный способ познания мира и ненаучный способ познания мира. Почему они не ссорятся на фестивале? Потому что они знают, в какой секции они находятся. И научные люди не пытаются вызывать духа в мастер-классах. А ненаучные люди не ссылаются на науку. Ну, на то, что они научные. Понятно? То есть всё распределено, каждый человек понимает, что какое сердце он находится, он с этим согласен. И поэтому нет конфликта между психологами и эзотериками. Если будет у вас такое ощущение, что эзотерики много на фестивале, или психологии много на фестивале, то я советую посчитать количество мастер-классов по психологии и эзотерики, посчитать их динамику в течение 24 фестивалей. И вы поймёте, что их приблизительно одинаковая пропорция сохраняется. Значит, два выявляющих плана — это научный способ познания, ненаучный, которые у меня на фестивале не ссорятся. В обычной жизни они сильно ссорятся. Здесь они не ссорятся. Здесь вообще нельзя ссориться. То есть если волонтёры видят двух ссорящихся людей, то начинается духовная практика волонтёров тогда. Они открывают все чакры, все опускают все энергии, поднимают все энергии. Я вчера рассказывала о специальной эзотерической технике древних народов мира. В общем, в результате все довольны. Я пошутила. В секции научной есть три подразделения. Это психология, психотерапия, бизнес-консультирование. Это легальные люди, не маргинальные. У них есть сертификаты, и сертификаты все прописаны. Если у вас возникает вопрос по этому человеку, открывайте каталог, читайте про него. Если возникают ещё более подробные вопросы, там есть телефон, можно позвонить и всё у него расспросить. Психология, психотерапия, как я уже сказала, отличается тем, что на психологии вы получаете текст, на психотерапии вы переживаете опыт. При бизнес-консультировании вы тоже получаете текст. На бизнес-тренингах вы переживаете опыт. Ненаучный способ познания мира. Это арт-секция, секция культурно-разных народов мира, туда же ходит эзотерика, и спортивно-оздоровительная практика. Люди, которые занимаются искусством, вообще высокомерно ко всем относятся. То есть, если человек стильный отец, значит, что он наш. Если не стильный, значит, что он замуток. Эзотерики. Определённая такая категория волшебников. Они делают разное волшебство, которое, в общем-то, человек его практикует. До Фрейда его практиковали, сколько человечество себя знает, сколько они его практиковали. Поэтому списывать мы их не можем со счетов, но они существуют. Мы на них смотрим, как на ненаучный способ познания мира. Если у вас большая аллергия от того, что вы слышите какие-то эзотерические темы, чакры, биополия, всё такое, можете не ходить на мастер-классы по эзотерике. В каждом блоке есть 20-20 мастер-классов. Из них будет 10 по психологии, 10 по разным другим способам развития, в том числе эзотерики. Вот прослушали психологию, психотерапию, уходите. Ну, это если есть страница на эзотерику. Ну, бывает. Спортивно-оздоровительные практики. Массажи. Можно не объяснять там тэдзючан, йога. Иногда здесь будет кто-то рубиться на сцене, надо будет кто-то танцевать. Вот из этого состоит фестиваль. Почему такой микс здесь? Я хотела создать островок душевного тепла и поддержки для людей, чтобы человек мог прийти, почувствовать себя человеком, почувствовать себя дома, комфортно. Здесь обстановка неофициальная. Чтобы вы получили вдохновение, ресурсы, поддержку. Те люди, которые сюда приходят, которые будут выступать на сцене, смысл их существования профессиональный заключается в том, чтобы сделать вам хорошо. Чтобы вам качество вашей жизни улучшилось, чтобы вы стали сильнее, чтобы у вас появились какие-то способности дополнительные, а вы научились ходить по углам или стеблам. Может быть, вам это нужно на работе. Научитесь там лучше продавать, научитесь уложить конфликты, научитесь проводить сложные переговоры, научитесь ходить по скайлайну. Знаете, такая штука надеется между деревьями. И ходите. То есть, ну, приехала налоговая, понятно, вы перекинули через район, в соседнее здание, да, скайлайн, и то-то. Ну, в работе, в общем-то, прорезь. То есть, все, что может вас развивать. А также будет пикап, гипноз. Все методы современной практической психологии, гешталь, психодрама, символдрама, все это вы увидите. Тех людей, которые будут выступать, я вам буду сюда выставлять на сцену, вы на них будете внимательно смотреть и слушать то, что они говорят. По программке можно ориентироваться заранее, но когда вы увидите человека, услышите на самом деле, что он говорит, вы можете изменить свое мнение и пойти, допустим, думали, что вы из-за телеком не любите, тут вышел волшебник и стал летать на целом. Думаете, надо подучиться, мало ли, может быть, вам пригодится в работе. Ну и наоборот. Вышел психолог, всех загипнотизировала, вы все купили билеты на следующую товару, например. И если у вас будет последствия такое после фестиваля, что он вам очень понравится, и у вас начнется такая, знаете, после фестиваля наркотическая ломка, то можно взять у меня билетовый листовок, за это я буду материально благодарна, можно приводить сюда людей. То есть, ну как, берете пачку листовок после феста у меня, заходите в метро и спрашиваете там людей, верите ли вы в Бога. Ну и так далее уже по сценарию, все сценарии знают, я пошутила. Но на самом деле, я всегда благодарна, когда люди приводят каких-то своих знакомых, другую, всех, кто там отписывает квартиру и все такое. Ну и вообще, когда вы фестивали. Что нельзя делать на фестивале? Нельзя людей заставлять делать то, что они не хотят. Вот это нельзя. Если вас на мастер-классе тренер заставляет делать то, что вы не хотите, например, вы хотите удалиться через окно, а он говорит, нет, вы должны удалиться через дверь. Значит, это не соответствует с вашими ценностями и упреждениями. Мало того, вы хотите удалиться прямо сейчас, несмотря на то, что окно закрыто, а он вам предлагает подождать до конца мастер-класса. То это нарушение правил фестиваля. То есть, вы можете удалиться с мастер-класса в любой момент, когда вы этого хотите. Понятно? Вот. Вы можете не делать упражнения, которые вы не хотите делать. Если у вас будет такой тренер, который будет вас заставлять, нужно мне его заложить. Понятно? Если вам станет некомфортно после проведения какого-то мастер-класса, после общения со мной, с волонтерами, можете посетить пятый угол. Там будет психолог сидеть, который приведет вас в более комфортное состояние. Детей. Детей можно сдавать в детскую комнату. Детская комната, если вы посмотрите на карте, сзади есть такая, на программе есть такая карта. Как будет проходить фестиваль? Каждый день разбит на четыре куска. В каждом куске около 20 мастер-классов. И перед каждым блоком люди будут выходить сюда, которые выступают, рассказывать, кто не такие, что будут делать. Вы на них смотрите, выбирайте себе, кто вам понравился, идите на мастер-классы. Так четыре раза в день. Я не советую посетить, не советую больше 12 мастер-классов за весь фестиваль, тяжелых, психологических. Потому что если вы посетите 40 психодрам, или все равно простановок, ну, в принципе, у нас дежурит в психиатрной территории, но лучше берегите себя. Цель ваша на этом фестивале – это пользоваться своими внутренними ощущениями для ориентации в жизни. Это вам тоже в работе пригодится. То есть если вы чувствуете, что вы устали, вы больше не идите на дежурный мастер-класс, а лучше поучитесь играть коями, или ходить по веревочке, или по стеклу, или по углям, или помочь с локтюром найти дров, например, такой мастер-класс по корме-йоге, вечно работающий на фестивале. Но самый главный человек, который будет определять, куда вам идти, в каком состоянии, чем вы занимаетесь сейчас – это вы. То есть ваша цель – наблюдать за тем, что с вами происходит. Если вам не нравится то, что с вами происходит, и вы не можете с этим ничего сделать, ходить работать пятый угол. Вот так вот по прямой. Там, где сидит, и штат-терапевт. Меня зовут Путятина Татьяна Владимировна. Я в этой секте уже очень давно, 14 лет. Семья моя тоже. Фестиваль существует 2000 года. Основателями его являются Грида Татьяна Ивановна Леузин. Они первые провели в Украине конференцию по практической психологии и холистическим методам развития в 2000 году. После этого они проводили конференцию до 2004 года. В 2004 году они поняли, что это неприбыльное совершенно мероприятие, что лучше проводить тренинги, потому что очень много работы, а материальные ценности они как-то уменьшаются в связи с такой жизнедеятельностью религиозного сообщества нашего. Поэтому они переключились на мастер-классы. То есть они проводят тренинги, семинары, они пошли в... То есть Степан Леобзин, он самый лучший в Украине сейчас психотерапия по методу телесно-ориентированной психотерапии. Он является приглашенным тренером Института бодинамики датского. Учился у Лизы Бетмарча. Он первый в Украине, который привез холотропное дыхание, репюхинг, трансперсональную психологию. Грина Татьяна привезла первую в Украине в расстановке. Очень хороший тренер. Сейчас она лучший специалист в Харькове по работе шоков и травмам. Потому что она главная по тому коллективу психологов безумных, которые нянчат беженцев и людей, которые валються на ходу. Это очень интересные психологи. Я вам советую, искренне советую их посетить. Они основали это движение в 2000 году. В 2005 году я занимаюсь проведением этих фестивалей. В 2007 я перестала назвать это конференцией, потому что появилось очень много мероприятий на фестивале. Не только догладов и семинаров, но еще развивающие какие-то психологические театры, перформансы, огненные театры. Почему я это хотела? Потому что это тоже развивало. И потом это выросло в такое движение. Этот фестиваль стал самым большим, самым насыщенным в Украине. И начали с ним побрать пример. Люди из разных городов приезжали, смотрели, как все это происходит и проводили фестивали у себя. Сейчас около, ну, порядка 20 разных небольших фестивалей по всей Украине существует, которые копируют формат. Они в разных городах. Благодаря политической ситуации, сложной в стране, сейчас немножко ухудшена связь, ну, не немножко, нормально так бы, ухудшилась связь между разными частями Украины, поэтому люди не очень хорошо ездят. Вот из зоны того, вообще они уже как бы не ездят, у них другие приоритеты, потому что им бы выжить. В Западной Украине тоже никто к нам не приехал, с Крыма никто, с Россией никого не пустили. Остались только харьковские. Поэтому мы с вами будем теплой такой харьковской компанией. Кто-то иногороднее добрался, но их немного. Поэтому будет все такое теплое, камерная и семейная атмосфера. Если вам, у вас появятся какие-то вопросы или пожелания, или что-то будет очень хорошо, или что-то очень плохо, на территории существует организационный комитет фестиваля. Это люди, которые помещены салатовыми ленточками, они могут на этот вопрос ответить. Они для вас будут ориентирами, у которых можно спрашивать, которым можно закладывать тренировок, которые вам не нравятся. Если что-то будет происходить, хороший или плохой на фестивале, о чем вы на сочетании нужном сообщить, можно сообщить им или сообщить мне. Если вам сильно не понравился какой-то тренер, нужно написать в нем отзыв и дать мне, или очень понравился. Хорошо? Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...